В последнее время идет большое количество разговоров о том, что у нас кризис и кризис только начинается. Всегда, когда возникают подобного рода вопросы, моя практика работы с частными инвесторами с 2005 года говорит о том, что люди очень боятся кризисов, очень боятся в первую очередь неопределенности. И когда большое количество факторов неопределенности, то непонятно, нет ориентиров. То есть нет ориентиров, что безопасно, что небезопасно, что обеспечивает ликвидность, что не обеспечивает ликвидность. Какие активы падают, в каком порядке они падают, какие активы растут в кризис, в каком порядке они растут в кризис. И это большое число вопросов и неопределенности, которые вызывают очень мощный эмоциональный всплеск и приводят к большому числу ошибок, которые совершают люди. Так как нет твердых вещей, за которые можно удержаться, зафиксироваться, то это в свою очередь приводит к тому, что людей болтают очень сильно. Особенно вот эта эмоциональная раскачка. Исходя из этого, мы в команде разработали отдельный мастер-класс применительно к текущему времени. То есть, некие такие столпы, которые позволяют идентифицировать, что происходит в мире, какие кризисные явления могут произойти. Мы не говорим о том, что мы можем 100% предсказать, что произойдет, когда произойдет и в какой последовательности. И, наверное, этого не может сделать никто. Но то, о чем мы можем точно констатировать, это вещи, которые прогнозируются. То есть, есть определенные индикаторы, которые показывают опережающий сигнал на то, что с экономикой что-то не так, что с ней происходят проблемы. И есть определенные активы, которые в первую очередь реагируют на кризисные явления. Это ликвидность, это доллары, это индексы доллара. Есть индикаторы, которые говорят о том, что все, как бы кризис закончился. То есть, что это за индикаторы. Как быстро волна падения на рынках активов переходит в волну роста. То есть, какие фазы происходят и какой промежуток времени это занимает. Это позволяет на самом деле в настоящий момент поставить себе больше стабильности, больше спокойствия, меньше дергаться, меньше сделать ошибок. Потому что лично моя практика показывает, что у инвесторов проблема возникает в том, что они готовятся, готовятся, готовятся к кризису, ждут, думают, что они на этом кризисе заработают. В итоге на кризисе теряют. И по сути, то время, пока они ждали, пока они к нему готовились, копили деньги, они теряют их в период кризиса, хотя думают, что они все у них под контролем. И потом это занимает очень много времени для того, чтобы восстановить капитал. Чтобы не допустить подобных ошибок, чтобы понимать, каким образом действовать со своим инвестиционным портфелем в кризисные времена, у нас есть отдельный мастер-класс. Он абсолютно бесплатный. Я вас на него приглашаю. Ссылка в описании. Проходите, смотрите. Я думаю, что вам это действительно может быть очень полезно, особенно в настоящее время. Продолжение следует... Продолжение следует...